Всем привет! Сегодня я в Монтазу. Это где-то час от Феникса, полтора, может, что-то такое. В общем, это эти поселения в скалах. В общем, все вот эти вот дырки, это разные этажи и тут порядка, что ли, 45 квартир, так называемых. Вот это как выглядит на схеме. Ну, в общем, были тут поселенцы какие-то еще времена, по ходу, до открытия Америки, я так понимаю. Но они потом отсюда почему-то свалили при каких-то непонятных обстоятельствах. Видимо, менялся или климат, или возможность там ловить каких-то животных, чтобы там как-то кормиться. Сейчас, по-моему, здесь есть подъем, можно зайти внутрь. А, ну, в принципе, здесь все. Ну, вон, все эти дыры. Здесь такой сделали типа парк, где можно вокруг пройти, прогуляться, посмотреть. Вот тут еще пещера куда-то вниз ведет. Но сюда подходить нельзя, здесь много змей. А, я думаю, летом, наверное. Сейчас достаточно свежо. Очень похоже на осень. На настоящую. Хотя я майки, шортов. Достаточно комфортно. По ощущениям, градусов 20, наверное. Ну, вот тут продолжаю гулять. Вон, так скажем, основная точка, к которой я подходил. Может быть, еще подойду. Какое-то должно быть озеро, по-моему. Ну, всякие щиты с описанием состава этой почвы. И как они тут это все выдалбливали. Ну, такое. Скоро уже, по-моему, Рождество в этом месяце. Может, через неделю или как. Будет много движухи. Много выходных. А вот, по-моему, какой-то водоем. Ну, понятно, что они здесь селились. Ух ты, что тут такое. Скорее всего, ящерицы какие-то. Ну, на змею это не похоже. Ну, вот такая вот речка. Что мне здесь пишут. Ну, на самом деле, ничего там особо интересного не написано. что возле воды довольно там выгодное расположение. Что они использовали это как растительную систему. Выращивали тут всякие свои эти овощи, там, бобы какие-то. не знаю, рис, что там еще. Короче, все у них тут было хорошо. Потому что вода закончилась, так они отсюда и съехались. Вот здесь ощущается настоящая осень. Хоть какая-то. Потому что в самом городе вообще, что зима, что лето. Только свежее. Ну, вот я и вернулся к этому месту, где здесь сделали такую крытую территорию. Наверное, летом это очень актуально. Ну, а вообще, на самом деле, никуда тут особо не пускают. Там есть этот центр, где можно купить сувениры. Проход сюда стоит 10 баксов. Единственное, что я жалею, что я забыл свой этот пропуск в национальной парке. Здесь он работает. Так бы мне было бесплатно. Он у меня еще действительно. Ну, что есть-то есть. Такое место, так скажем, на троечку. Ничего тут особо интересного нет. Вот. И обойти это можно все за 10 минут. Пока то, что я вижу. Ну, это штука, которая показывает, как она там выглядит в разрезе. Я даже подходить не буду. Ну, комнатки, этажи и все такое. Поеду, может, куда-то по соседству. Ничего я еще тут не видел. Прогуляюсь. Надеюсь. ẫn